С возвращением Амина Флоренса, ну и давайте смотреть, что там у нас по новостям. И ой-ой-ой, я вижу очень много покупок и подожки, а их очень и очень много. Это кто так купился? Забрали и ключи, и кейсы, и колеса, и аккумуляторы. А меня-то всего не было в сети где-то часов 18. Залетаем быстренько в киоск, здесь на балансе 5,8кк, я деньги не снимаю. И вот на продаже у меня только остались кейсы Вилесова Ночь и кейсы Египетская Сила. Снимаем хлам с полок, ну и что ж, моя тактика с перепродажами потихоньку работает. Не так быстро, как я планировал, но все равно прогресс есть. Оплачиваем все имущество и весь тот товар вышел аж на 26 миллионов. Ребята, это рекорд, у меня никогда такого не было, и вот фу-фу-фу, день начался хорошо. Залетаем на продажу рыбы, забираем свои копейки, хотя угорь на 30к не так уж и мало. И короче, насмотрелся я ютуберов, и что-то меня теперь все раздражает. Они так легко выбивают кейсы и ключи, из-за этого мне кажется, что меня скамят. Вообще охота на уток сама по себе прикольная, и кто не знал, стоимость продажи одной утки равняется 2000. И на этом озере еще и можно ловить рыбу. Ну то есть кейсы не дропаются, и оп-оп-оп можно быстро поменять вид работы. Короче, по тайму я отыграл 47 минут, и по идее прямо сейчас должно что-то упасть. Хотя подожди, а что будет, если топливо закончится, у меня осталось всего лишь 2 литра? Все, двигаться дальше мы не можем, и ювелирно нам просто заспавнило новую лодку. Хейтеры утопили еще и мой банан, и короче, я отыграл больше чем час, и вообще ничего не получил. Зато другие ютуберы получали бам, 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 бам и бам. Хотя тут пацаны рыбачат, и так уж и быть. Забираем с наград халявную удочку, и делаем топи-топи на это озеро, где сейчас, ну по-любому, что-то выбьют. Ага, наживки закончились, и я не сдамся, покупаем еще, делаем топи-топи-топи, и опять рыбачим. Короче, все, с меня хватит, я просто не понимаю, куда делась удача, походу ее тогда раскупили в киоске. Итак, на балансе сейчас 39 миллионов, и разумеется, я буду опять закупать кейсы. Не, ну серьезно, таких халявных денег я еще не видел, и буду брать темные дела где-то по 1,150. В принципе, по 1,250 тоже нормально, еще за 1,130, и аж 7 штук по 1,150. В общем, у меня вышел 21 кейс по средней цене вот такой. И выставляем их на продажу в свой киоск по цене 1,5 кг. Да, потенциальная прибыли где-то 7 лямов, ну думаю, если не купят, то придется снижать цену. Вы рассчитывали на то, что я сдамся? Ааа, новое КД я отыграл, и давайте начнем с рыбалки, потому что охота на уток прям тяжелая. Тут ты тыкаешь на пару кнопок, а там нужно активно плавать по всему озеру. Короче, по кейсам и ключам сегодня отбой, но явно не прет у меня эта тема, и сейчас я должен встретиться с одним игроком. Дмитрий Ричев утверждает, что у него есть эликсиры удачи, которые дают повышенный шанс крафта. Я вот спросил, и он начинает морозиться и говорит, не знаю, но дает. Вот, спрашиваем у админов, что дает эликсир удачи, а они ответили удачу, что в принципе логично. Ждем, пока он выставит его на продажу, и покупаем ровно за 100 косарей. В любом случае, если меня заскамили как мамонта, то потеря небольшая, зато я проверю эту схему. Покупаем тряпочку, и вот в киосках найти рецепт для пошива вообще нереально. Тогда уж попробуем открыть контейнер со спецтоварами, и прикинь, заспавнился всего лишь один. Ааа, ну и тут набежали обезьянки, которые принципиально не дадут мне его открыть, я понял. Тогда покупаем вот такой аксессуар на пояс, еще тряпки, и по сути основу я собрал. Для крафта хасбика шейха мне еще нужен обычный хасбик и еще рецепт для пошива. Передаю приветики всей братве, приятно, что вы играете вместе со мной на 17 сервере. И скрипя зубами, покупаем рецепт для пошива за 1.6кк. Это нереальный оверпрайс, но других вариантов нету. И теперь главная задача достать этот скин, а где его достать я вообще без понятия. Подаем объявление в рацию и еще такую объяву в дискорд сервера и будем ждать. Ну а сейчас я опять вернулся на это проклятое озеро, где еще ни разу я ничего не выбил. Вообще, что по поводу кейсов? Я предложил разрабам добавить на экран подобную панельку, чтобы можно было видеть четкое время, когда мы можем выбить кейс, а когда нет. Отчасти это упростит нам с вами игру, но с другой стороны может пропасть интерес к выбиванию кейсовых ключей. Короче, что по поводу моей охоты. За этот подход я зафармил 35 уток и мне опять ничего не упало. Нужно было сразу юзать этот эликсир удачи. И может он дает не только бонус к крафту, а еще и шанс к выпадению кейса. А так я скопил уже 134 тушки, которые можно продать за 268 косарей. Перемещаемся в козики, стоп, 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 не думайте, я сегодня только за бесплатной рулеткой. Мне выпал сброс лимитов, ну и раз уж на халяву, то пойдет. Так, братва, не было меня в игре где-то полчаса, и тут опа, купили 5 кейсов Вересова ночь 2. При условии, что это овер цена, я удивлен не меньше вас. И подожди, а в моем киоске висит модный рюкзак за 650к, покупаем? Выглядит он таким вот образом и вроде как выпадает только из кейса. Я не знаю их рыночную цену, но это ясен пень дешево, и пускай продается за 1,6кк. Тем временем, на балансе киоска уже 6 лямов, потихоньку коплю, и вот эти рюкзаки продают по 1,3кк. Это, скорее всего, их рынок. Проверяем магазины конкурентов, может еще интересного, и от скуки просто залетаем на очередной завоз свалки. Вне записи я регулярно чекаю рандомы, и в этом плане мне давно уже не везло. Ну что, сходу торгуемся за аккумулятор, и святой человек не стал меня перебивать. По мелочи, ноутбук, еще кристалл, и бонусом системный блок, все на одной куче. Чистыми мы подняли 59к, но 100к аккумулятор железобетонно уйдет дороже, чем за 100 тысяч. Ну что, господа, это уже вечер следующего дня, и наконец-то я нашел продавца. На самом деле, это было то еще испытание, и по цене, ну как сказать, многовато? Уточняем цену 11,2кк и принимаем его предложение, ура! Братве, передаю приветик, ну и что ж, еще один подводный камень крафта, это стоимость одной попытки, а она, между прочим, аж 10 миллионов. Итого, если примерно подсчитать, на все про все у меня уйдет 26 миллионов. Залетаем в банк, снимаем денежку со счета, ну и приходится опустошать киос. Я не хотел снимать отсюда деньги, но у меня просто нет другого выбора. Теперь осталось найти свободный гараж, и опа, со второй попытки есть. Внимательно проверяем, шанс крафта 35%, теперь активируем эликсир удачи, и мы должны почувствовать себя крайне уверенным в своих силах и испытать ощущение бесконечных возможностей. Ну а шанс увеличился всего лишь на 1%, и это того стоило. Хотя цена эликсира всего лишь 100 тысяч, и на самом деле не так обидно. И что ж, нужно запускать. Процесс пошел, и... Неудача, серьезно? Та ё-моё, я на ровном месте потерял 26 лямов, и вообще этот эликсир ваш не работает. Хотя в радикальном меню пишется, что он действует и доступен один раз. Короче, нужно опять намутить где-то бабла.